Добрый день, точнее доброе утро дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров и тема этого выпуска это защита интересов студентов В общем-то весь канал посвящен обучению в Австралии и главное действующее лицо это студент это тот человек, который единственный приносит деньги в эту систему но некоторые люди, некоторые организации забывают об этом и пытаются воспользоваться положением и здесь не только речь идет о том что люди хотят дорабатывать неправильным путем и неправильные деньги то есть больше чем они того заслуживают но и бывает откровенный шантаж когда людям угрожают по той или иной причине пытаясь, я думаю, что в том числе и пытаясь сделать из себя, выставить себя в каком-то свете каких-то небожителей потому что, ну казалось бы, человек на временной визе он уязвим кстати это не совсем так у иностранного студента, как я уже говорил достаточно много защитников то есть это и ободсмен, это и учебное заведение по крайней мере должно быть таким и естественно образовательный агент если он находится не в какой-нибудь там в Москве, Праге или в каком-то, Мухосранске вот а находится здесь и готов готов помогать своим студентам и готов повоевать особенно когда агент любит это делать вот но использует это во благо да, я говорю о себе я напоминаю некоторым людям которые забывают или не знают о том что интересы своих студентов я защищаю достаточно жестко и средств я не выбираю любой человек, который делает нападки на студента это человек закомплексованный потому что пользоваться слабостью других людей и шантажировать их это обычно признак слабости а если есть слабость или слабина то по этому месту можно бить и можно бить на отмаш и можно бить даже кстати садистским наслаждением но в принципе не начинай и к тебе не будут относиться точно так же поэтому я просто предупреждаю что те люди, которые перед студентом начинают бахвалиться и угрожать они должны помнить что а если на стороне студента выступит человек который обладает не меньшими если не гораздо большими возможностями в этой стране и с удовольствием используют эти возможности как карающий меч или карающую десницу да когда то так говорилось в русской литературе красиво да карающая десница то есть рука исторически такое случалось несколько раз однажды достаточно нехороший человек папа одного из здешних бывших по моему уже предпринимателей сказал моему студенту когда когда студент вступил в какой-то конфликт или подобие конфликта с ним он сказал что хочешь уехать домой вот так вот жестко сказал я в принципе спросил студента я мог бы приехать и разобраться достаточно быстро папе было бы бледно но студент не пошел на конфликт окей это была такая мелкая как бы деталь обидно то что игра судьбы этот человек стал постоянным жителем гражданином страны и и однажды именно эти слова он сказал другому моему студенту тоже работая по месту по месту этой работы поэтому как бы да делайте выводы дорогие друзья но но у меня всегда были возможности защитить своего студента и во втором случае я тоже кое-что мог бы напомнить и конфликт бы был решен очень быстро и очень жестко был случай когда люди которые собственно говоря имели вид на жительство и не имели его каким-то образом объединились и нанесли удар по моим студентам вот и на меня косвенно как результат эти люди извинились в трех письмах правда сдержали свое слово больше в любую сферу моей деятельности к моим людям они не совались никогда они достаточно хорошо себя чувствуют сейчас в русской комьюнете но помнят видимо о том что произошло потому что можно человеку и людям и напомнить а миграционный агент лишился лицензии на два года а потом и навсегда проблема была во-первых с тем что у меня двое студентов попали в очень нехорошее положение сейчас эти люди граждане этой страны и все у них нормально к сожалению те люди которые поддались на давление и допустили слабину уехали но по крайней мере их дочь стала моей студенткой то есть я все проблемы могу решить и в краткосрочной и в долгосрочной перспективе но шантажировать моих студентов не стоит во-первых для студентов должно быть понимание что на их стороне будет играть достаточно хорошие силы и я не бравирую но те кто меня знает и знают лично знают что три четыре пять членов парламента в этот же день выступят в защиту в поддержку и начнутся какие-то разбирательства соответственно те люди которые хотят повоевать с членами парламента ну как бы флах им в руки но боюсь что их скелеты очень сильно быстро в их шкафах затарахтят и я говорю вообще о конкретных людях и могу конкретным людям напомнить их скелеты которые находятся и здесь и в России и в Украине вот поэтому не надо шантажировать людей слабых тем более метод давления на таких людей очень действенный через сарафанное радио человек который подло ведет себя по отношению к студенту и запугивает или как говорят take advantage вот который использует свою свое положение свой статус чтобы грубо говоря опустить другого и действует не очень красиво эти люди побоятся огласки потому что злые языки как говорил грибоедов они же страшнее пистолета а если эту компанию шельмования очень сильно инициировать то потом не знаю куда страна небольшая остров он как бы большой по территории население маленькое русскоязычное комьюнити маленькое люди же любят повыпендриваться среди своей комьюнити а что если информация о них будет преподаваться в очень для них невыгодном свете шантаж ведь он имеет как бы обоюдную сторону можно же поиграть и по нервам чувствам и жизни человека который начинает такие действия я говорю в защиту своих студентов я не буду останавливаться ни перед чем и никогда не останавливался свою защиту да не всегда но опять таки до определенной степени кто должен помнить тот помнит как приходилось извиняться буквально после одного ролика в ютюбе вот но что касается защиты интересов своих студентов на моей стороне будет правда и общественное мнение те люди которые здесь живут все они когда-то были на ну или почти все были на временной визе и в ожидании паспорта тоже им не очень было вольготно даже на пиаре всегда надо помнить что есть citizenship act акт о гражданстве и кстати те люди которые имеют свои скелеты в своих шкафах должны тоже об этом помнить второго давности нет если начинается игра без правил она же идет в обе стороны поэтому я предупреждаю желающих скажем так по утверждать себя на фоне моих студентов это может закончиться плачевно а ввиду того что мы сейчас создаем консультационный совет который будет помогать всем людям которые сюда приезжают я думаю у меня будут возможности не только у меня уже коллективно у нас будет возможность таких людей очень быстро осаживать до того момента когда они уже начинают вести себя не просто неадекватно когда появляются последствия их действий так вот я думаю у нас будет возможность она есть она всегда была прекратить безобразие в таком плане на начальном этапе пока еще урон не нанесен никому в том числе и инициатору вот таких вот действий я смотрю ролик получился затянутый но я думаю что первое что должны студенты понять у них есть Александр Петров и у них есть кроме него еще очень достаточно много сил которые будут подключены в тот момент когда надо выступить в их защиту студенты должны понимать даже даже с точки зрения выгодности именно студент выгоден не агент не какой-то там Вася Пупкин который пытается тупо по своей никчемности и подлости пытается допустим давить на студента это фактически давление против интересов австралийского государства австралийское государство если ему помочь разобраться кто есть кто хорошо и жестко выступает на стороне своих интересов интересов своих как бы налогоплательщиков а в данном случае студент человек который приносит денежку сюда нечего а что касается людей с комплексом неполноценности которые считают что за счет агента они могут как-то свой ренуме поднять ну во-первых как бы не пришлось потом его поднимать с самого дна опять-таки слово не воробей и в будущем как-то придется свою подорванную репутацию восстанавливать опять-таки можно и работы терять можно вместе с репутацией можно эскалация может идти до любого пути если вы хотите если вы хотите посмотреть на эту точку зрения с бизнеса с точки зрения бизнеса да это и мой бизнес и это вопрос будет чести и устойчивости моего бизнеса смогу ли я защитить своего студента или не смогу так что с точки зрения нравственных понятий до действительности будет полностью я буду полностью прав когда буду защищать своих студентов с точки зрения а финансовых интересов абсолютно безусловно бизнес составляющая тоже важно и плюс студент он все равно останется здесь и он запомнит кто и что ему делал жизнь она длинная и вот думаю стоит ли человеку с комплексом неполноценности пытаться поставить себя выше студента или стоит все таки подумать и держать свой язык за зубами скажем так так что дорогие друзья не расстраивайтесь никто вас не обидит в этой стране а тот кто попытается использовать ваше положение об этом сильно пожалеет а вы учитесь поднимайте английский язык работаете и дай бог чтобы австралия всегда была для вас страной сказкой даже после того как вы получите гражданство и паспорт этой страны спасибо спасибо